Замечательный мужик. Меня вывез явно не в Геленджик. Дорогие друзья, мы вас приглашаем в Крым. Сегодня нас трое. У нас будет одна палатка, один спальник. Будем выживать. Это интересно. У нас нет еды, нет воды. Поэтому, ребят, поддерживайте номер телефона для доната. Пожалуйста, мы здесь вымрем. Так, обучение управлению транспортного средства идет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. И от меня всем привет, Черноморский. С вами Юрий Озаровский. Дорогие друзья, мы сегодня с вами отправляемся в Крым. Едем на генеральские пляжи. У нас в планах... Ура, ура! У нас в планах одна ночь и два дня было. Но сегодня погода была плохая, поэтому мы едем немножечко уже к вечеру, к закату. По времени должны туда приехать, как раз за час до заката, найти место, поставить палатку. У нас таки одна палатка, один спальник, и это все до троих. Будет круто. Смех! Меня прям радует. Ну и давайте посмотрим, как выглядит Крымский мост здесь и сейчас. Представьтесь, пожалуйста, ручкой. Вот так. Софа. Софа. Пожалуйста, не стесняемся. Давай еще раз. Как тебя зовут? Да блин. Давай. Сейчас я раскроюсь, подождите. Давай. У меня впечатление. Три, два, один. Как тебя зовут? Софа. Нет, смотрю. Это Оксана. Ну и, собственно, я Юра. Меня вы знаете. Слушайте, ну как прикольно, когда вот здесь автопилот не только, который жмет на газ, но еще тот, который ролит. Едешь все. Ну, кофе у меня уже нет. Думаю, сегодня уже, наверное, перепили его. Следующий будет у нас там в Крыму. И просто кайф. На закат в Крым. Досмотры прошли очень быстро. Машин не так уж и много, но и работают абсолютно все пункты пропуска. Так как у нас немного вещей, мы прям очень быстро это сделали. Это порадовало. Слушайте, довольно-таки необычно. Впервые подъезжаю к Крыму, и он в такой дымке в тумане. Впереди видим конец косы Тузла, арочки Крымского моста. Такая вот красота, дорогие друзья. Слева, в сторону, железнодорожная часть его. И вот он, Крымский мост. Причем в тумане. Это выглядит очень-очень сказочно. Там еще с левой стороны уже потихонечку солнце идет к закату. Здравствуй. Я хочу верить, что ты будешь стоять всю жизнь. Мою как минимум, а еще и несколько поколений после меня. Ждем включения подсветки в российский Триколор, что в скором времени все будет хорошо. Снимут все эти светомаскировки, и будешь снова во всей красе радовать глаз. Хотя и сейчас очень приятно тебя видеть. И здравствуй. Полуостров Крым. С правой стороны Керчь. Это фантастика, ребята. Мы заехали на полуостров. Машин, правда, практически нет, которые двигаются очередей тоже. Но, понятное дело, обстановка сейчас такая. Но все равно, мне кажется, чем кого-то где-то бояться, надо ехать и наслаждаться. Договориться, отдых сам себя не отдохнет. А мы сегодня двигаемся на генеральские пляжи. Вот как раз-таки туда, в Керчь, ребята. Я думаю, что будет очень круто. С Тавриды уходим направо. 22 километра до Керчи. И здесь уже прям красивый ландшафт отрисовывается. С левой, с правой стороны. Грустепной и немножечко бугуристый Крым. Заправочный комплекс от Танна. На въезде в Керчь. И здесь у нас цены на бензинчик. 95-й, 59, 99, у нас только 54, 99, дизельная 68, 99, и Стелла, Керчь. Красота. Находится Горгулья. Сейчас дальше мы будем проезжать мост, на котором эти Горгульи будут нас встречать на въезде в город. Это очень красиво. Идут атаки на Крым, там война идет. Молодцы, ребята. Продолжают ремонтировать дороги. Посмотрите, какая красивая трасса на въезде в город. Много здесь как бы сделано, изменено. Ну, и будем надеяться, город будет становиться только лучше, краще, и все будет хорошо. Самое главное, чтобы мир пришел на эти территории, и люди никогда не знали войны. С левой стороны, видим, тротуар появился раньше. Его, по-моему, не было. Я, по крайней мере, не помню. А еще мне вот в Крыму нравятся вот эти вот бугры, на которых валяются большие камни. Напоминает мне какие-то мотивы игры, где там, бац, каменолом. Пошли-таки наломали. Здесь с левой стороны что-то наподобие дальше, с правой стороны промзону проезжаем. Для тех, кто там будет с противоборствующей стороны смотреть мой видеосюжет, мы не будем показывать никаких систем ПВО. Их здесь очень много. Полуостров берегут. И я буду надеяться, что наши средства ПВО сделают все, чтобы как можно меньше было каких-либо повреждений и прилетов. И за их работу от души спасибо. Ребята, смотрите, горгульи. Вот они на въезде. Знаменитые крымские, или, правильно сказать, керченские, которые берегут Гратсей. И дай бог, чтобы так было всегда. Мы сейчас уходим налево, потому что едем на генеральские пляжи. Обзорную экскурсию по городу сделаем в конце этого видеосюжета. Я надеюсь, что после генеральских пляжей мы обязательно успеем еще заехать и туда. GPS в городе не работает, сигналы глушатся. Поэтому рассчитывайте на знания своих карт и оффлайн-карты закачивайте. С этой стороны тачки разнообразные. А это новая дорога здесь в каждую сторону генеральских пляжей с бордюрами. Тротуары укладываются. Я помню, когда мы здесь впервые ехали, какая она была, эта дорожка. В принципе, не скажу, что плохая, но то, что вижу сейчас, какие изменения ждут эти места, это, конечно, круто. Мечеть проезжаем с этой стороны. Кстати, никогда не было в мечети, надо как-нибудь зайти, посмотреть, что там. Впервые, когда ехал по этим местам, здесь поля были не обрабатываны, все дорожшее было. Сейчас, смотрите, левое и правое поле, вспахано, что-то засеяно, туман, закат. И такой красивый ландшафт, ребята. И идеальная дорога в сторону курортного. Мы уже отъехали от Керчи. Красота. Вот там, с правой стороны, за этим бугром море. Здесь, на повороте, первая встреча с Азовским морем. Для многих такой может быть вау-эффект. Там внизу находятся рыбацкие разнообразные деревушки, домики. Мы едем впереди. Село курорт, наверное, называется, или поселение на вот тот самый мыс, который вдается в море. Для меня это очень сильное место. Когда я был там впервые, ну, произвело на меня какое-нибудь незгодимое впечатление. И сейчас мне прям захотелось побывать там еще раз. Здесь картинка невероятно красивая. Смотришь, и прям тут выпал от фельд. Ну, вот отсюда можно увидеть все эти фавелы на Азовском море. Такое настоечко прикольное. Впервые, когда увидел, думаю, да ладно, что такое тоже бывает. Это как бы домики, лодочники, там рыбаки. Ну, превратилось это в такой небольшой поселочек у Азовского моря. Ребятки, посмотрите, как курортно выглядит. Вот отсюда сверху с объездной дороги. И вот туда, на мыс, надо было там поворачивать направо. Я чуть перепутал дорогу. Зато мы увидели такую красоту на закате. Море вокруг. Сейчас пройдем лог серебристый. Посмотрите, один мыс за другим открывается. Перед нашими взглядами. Внизу само курортное. И вот там, с правой стороны, красота. Вот это вообще сверх кадры. Это озеро с грязью. Напомню, мы в нем мазались, купались. А сзади, за ним, это уже заповедник. И генеральский пляж. Кстати, впереди вижу много машин на пляжной территории. Люди, наверное, даже в понедельник приехали сюда отдыхать. Место очень красивое, уютное, востребованное. Плюс лечебные грязи привлекают сюда огромное количество туристов. Смотрим, ребятки. Справа вошли. Здесь, как раз таки, курортное находится. И мы двигаемся туда на мыс. Меня туда очень тянет. А сюда влево, к озеру и к пляжикам. Представьте, сколько лет этому забору здесь, в этом курортном. Внизу здесь у нас, кстати, тоже находятся пляжи, на которых можно купаться. Сам поселок курортного типа. Очень-очень красивый и интересный. Но старенький. Это поселочка. Тут каждый поворот влево. Это выезд к морю. В основном частный сектор. Магазинчики есть, но работал сейчас только один. Все остальные пока закрыты. Также, думаю, есть заведение общепита. Колоритность этого места просто зашкаливает, ребят. Конечно, вот кафе с круглыми окошками. Покрытие здесь даже не асфальт. Хотя вот местами, видите, он встречается. Мы отсюда за бизнес приехали, если я правильно свернул. Но, к сожалению или к счастью, мы выбрали другой путь и осматриваем поселок в другом ракурсе. Здесь, кстати, вот в правой части, ближе к мысу, более такие домики покруче. В левую сторону, конечно, были более проще стать, какие-то такие построечки. Тут мы даже храм нашли. Вот так вот бывает. Мы выезжаем на мыс. Можно наверх к кладбищу подняться. Я уже знаю дорогу нам сюда налево, чтобы его объехать. И посмотрите, какое Азовское море с левой стороны. Какой вид на эту прекраснейшую бухту. Ну, внизу база отдыха. К сожалению, людей пока здесь тоже нету. Классично. Но выглядит это просто как будто сказочное место. Когда впервые сюда приехал, я даже не могу описать свои эмоции. Я думаю, да ладно, вот это да. Это были первые места, с которыми я знакомился в Крыму. И они меня восхитили. Но это было только начало. Небольшая прелюдия перед тем, что потом мы увидели там впереди. И там находятся генеральские пляжи. И вы даже отсюда можете увидеть, как это красиво все выглядит. Ну, а здесь было первое мое знакомство со скалами этих мест. Я уж думаю, можно где-то остановиться. Но все еще еду и еду. Здесь я впервые увидел вообще, что такое карманные пляжи. Это было очень красиво и интересно. Вы приехали? Ура! Мы приехали, ребята. Но мы идем вот к той скале. Это очень сильное место. Вот София сказала, что это место из ее снов, ребят. Место действительно просто невероятное. Это Мускари. Это был действительно первый мой пляж карманный, который я видел. То есть вы приезжаете, располагаетесь и отдыхаете здесь чисто вы одни. Понятно, что в летний период здесь будут еще люди. Но сейчас это все выглядит так. Можно залезть на эту скалу? Я тут все обошел, облазил. Но будьте аккуратны. В Крыму тоже есть змеи. Но об этом, как говорится, лучше не говорить девчонкам. А то будут крики, визги, писки. Я здесь не первый раз. И я знаю, насколько здесь было круто. Поэтому, девочки, проведем по маршруту. Я здесь лазил по всем этим скалам, горам. Но сейчас у нас нет столько времени. Ну что, девочки, дарю вам пляж? Весь? Весь. Он только ваш. Что, смотрите, какая красота. Вот, смотрите, вообще залипательно. Морская пена, ракушки и море. Кайф. По-моему, Оксане зашло. Софа все по ракам. Вот такой вид на эти пляжи. Смотрите, песочек здесь. Такого формата. Больше ракушечка перемолотая. Встречаются камушки, водоросли. Такие. И самое главное, это вот эта ракушка. Ее мы местами будем встречать прям очень много. Оксана сейчас стоит прям на россыпи этой ракушки. Местами это будут просто белоснежные пляжи, состоящие полностью из этой ракушки. Какие кадры. Это кинематография уже. Мне кажется, это даже не блоги-влоги. На такие можно налипать. Если вам не нравится мой голос, подставьте просто звуки музыки и наслаждайтесь. Виды здесь чумачеччи. Придумать, что будет закат. Вот эти вот камни. Невозможно до этого. Над ними еще и вот это облачко. Это как будто зайчик с ушами или какой-то смайлик с волосами. Одно из двух. Смотрится очень красиво. Да. Фантастика. Ты видел, какие камни? Просто местечки. Вот тебе вставь палатку, отдыхай в этом месте. Камушки. Да? Да. У тебя теперь есть эмоции, и я рад за тебя. А здесь еще и водятся мидии. Мидии можно абсолютно на халяву, даже просто вдоль берега пособирать. Они валяются, их обрывают и готовят. Но вот, которые лежат на берегу. Ах, радуются. Нет, которые на берегу нельзя есть. Можно есть, которые в воде. То есть, вот видите, здесь их прям собирать, ходить. Ах, только ноги не намочить. Ах, да господи. Ты прям... Да. Вот. Это открыто. Ну, в общем, их много. Прямо по берегу. Можно спокойно сидеть ночью. Ну, днем даже их выбрасывать постепенно. И готовить на своем огне. Это очень вкусно. Красота. Мы только первую бухту в Прошсове. Знаешь, как называют генеральские пляжи? Место тысячи бухт просто. Да. Ладно, пойдемте выше. Все, оставайся, Софа. Идемте сюда, девочки. На перегодке. Софа, не падайте. Я свободен от любви. Как вам эта красота. По-моему, они просто в шоке, да? Что там смотреть в этом Крыму? В этих местах на Азовском море? Вообще ничего нет. Вы просто посмотрите на эту красоту. Фантастика. Вот эта порода в скором времени может отвалиться. Сейчас. Вау, да? Самое главное запечатлеть на память эти виды, что в Крыму они не повторятся за 100%. Каждый день разный закат. Знаешь, какое у меня желание? Прыгнуть и полететь. Вот это эмоция, это огонь. Вот это вино, это огонь. Я думал, это Крым, ребята. Это всего лишь мое домашнее вино. Играйте. Любое море с этим вином станет. И только Крым. Вы мальти, вы мебали, чем хотите. Домашнее вино. Ого. Это промо-ролик. Я выпущу себя на канале. Выигрывайте, ребята. Не продается. Только победить. Как я понял, впервые со змеей встретился. Вот там впереди, возле тех камней. Довещенки об этом не знают. О, кстати, тут нижняя дорога со временем обрушилась. Раньше можно было вот туда пройти. Так что теперь поднимаемся вверх. К самому сильному месту, которое здесь есть. Ох, слоют прям эмоции. Приколы. Огненные. От этого местечка. Жалко, что у нас света все меньше и меньше остается. Хочется, чтобы этот день не кончался никогда. Камушки такие испещренные. Вот он, мыс. Ребята, сейчас Оксана увидит бескрайнее море. Красота. Нам туда. Мне кажется, это развалины старинного замка. Здесь были комнаты. Видно, как был спуск. Мы с вами уже смотрим его остатки. Со временем все разрушилось. Природой. Ну, а потом мы доходим до конца и видим вообще вид на курортное с этой стороны. Песчаная береговая полоса. А мне как-то заполнилось это место вообще совсем по-другому. Сейчас вообще нереально крутые эмоции. Мы просто нереально. Да? Да. Спасибо большое. Как-то не особо хотелось, но походу, да. Еще улучшим моменты. Главное вовремя остановиться. Вот это вообще сходятся тропинки вместо силы. Дальше тоже остатки разрушений разнообразных. И поворачиваем камеру, ребята. Как здесь красиво. Просто невероятно. Это действительно апофеоз того момента, когда мы зашли на самую большую точку. Причем девочки еще не знают, что находится под нами. Со всех сторон мы видим море, берега, пляжи. И бескрайние просторы водной глади в сторону заката. Она уже насобирала ракушку. Телефон свой бросила. Мы с вами посмотрим. Ну, заходи, если хочешь. Здесь раньше геометрия была. Забита. И вот до сюда мы не дошли. Видите, как стена такая, замка. Надвисаем над всем этим островом. Крутяк. Царь горы! Самое такое необычное, интересное место. Сейчас я вам покажу впереди. Вот когда я впервые сюда приехал, мы были днем, жара. И у меня такие прям мурашки по телу от того, что я здесь увидел. Такой камушек. Здесь люди, видите, подписали. На веки любовь, клятва. Вот здесь, под этими камнями, веревка очень стрёмненько висит. И мы заходим. Здесь соединяется множество тропинок, нагромождение камней. И открывается вид в разные стороны. Из этого места прям холодит. Не знаю, почему. Вроде бы место находится у берега моря. Должно быть здесь, наоборот, тепло. Как-то неприятно. Но по факту, вот, под тобой висит глыба. Камни, которые держатся, еле-еле касаясь другого. Под него упирается третий. Знаете, как будто... Я даже не могу это сказать. Место очень сильное. Очень крутое. Ощущение здесь невероятнейшее. Оксана решила тоже на себе испытать это место. Но оно не исчезло. Как минимум, уже хорошо. Блин, это кайфово. Да, то, что я здесь не вижу. Вот это да, огонь, ребята. Насобирал. Так, ну и как любое место, все равно приходится покидать. Так, и отсюда мы двигаемся дальше. И вот честно, выходит, что у меня прям ушки закладывает. Как будто я перепад высоты поймал. Хотя вроде бы ничего не изменилось. Мы находимся в том же месте. И в тех же камнях. Прям задышалось. Я вспомнил, что можно дышать. Реально захватывает дух вот среди вот этих вот камней, друзья мои. Не там где-то, не здесь, а вот эти глыбы. У меня второй раз здесь такие же невероятно интересные ощущения. Если вы здесь были, пишите, что вы здесь почувствовали. Ну, это развалины средневекового города, который здесь стоял. И смотрел в сторону Азовского моря. В сторону Керчи. И в сторону Таганрога. В таком формате мы увидели этот мыс. В курортном. Скоро закат, надо искать место для ночевки. Ну что, как тебе это место? Я представляю, что завтра будет, если мы попадем все-таки на генеральские пляжи. Как девочки будут там пищать? Там такие места, такие моменты. То есть еще будет тепло, и можно будет купаться в море. Это будет просто вау. Мы сначала думали, может, заночевать где-нибудь здесь. Но здесь нет вообще веток от слов совсем. Будем двигаться в сторону пляжа. Может быть, успеем даже заехать в ту сторону. Как машинка смотрится на закате. Кайф. Когда сюда поднялись, мы немножко офигели. Мини оф рад получился у нас. Это как бы мелочи жизни. Вот сейчас будет спуск. Вот там уй, ой, ай, и будет все вместе взятое. Вот он. И, и, коптюрчик наш, спаси нас. Слушай, ну вниз не так страшно. Вниз как бы земля видна. А когда вверх летели, было как-то совсем все по-другому. Тут мы скатились, и ладно. Вот мы вернулись к тому же месту, где поехали в курортное. А здесь начинается колса, ребятки. Выезд на пляж. Я, правда, вот не знаю, куда нам ехать. Можно тут по дороге влево. Можно вправо. Поехали вправо. Можно и здесь остаться среди лох серебристого на ночевку. Можно, конечно, поспеть все-таки щемануться туда дальше. На обратном пути уже будем разглядывать, что тут есть. Летом люди приезжают на машинках, стоят с палатками. Сейчас, я вижу, там расположились рыбаки только. От палаточников не видно. Потому что, в принципе, еще прохладно. Чтобы в таком воздухе приходить. Но рыбаков тут сколько. Это, кстати, я домик нашел, наверное, там можно и бесплатно отдыхать. Ох, ё. Это все рыбаки, ребята. Вот с правой стороны все машины, которые вы видите на пляже. Походу, здесь какая-то рыбка идет. И там Невас полетел. Я думаю, что и здесь проезд есть. Поэтому прокатимся. Легковые стоят. Нам будет нормально. Видите, рыбаки, 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 пиздель. Интересно, что ловят. То есть я даже не ждал столько рыбаков увидеть. Интересно это все наблюдать. Мы подъезжаем к озеру Чакрак. Вот он с левой стороны, с лечебной грязью. Впереди нас ждет заповедник. О, наконец-то мы встретили не рыбаков. Тут семейство отдыхает. Девчонки это шли подымить. Озеро Чакрак. И туда вот за грязью можно пройти. Отдых, конечно, здесь шашлычками, но без палаточки. То есть ребята приехали на временное расположение. Здесь тоже все благорожено. Мусорочки стоят. И собирается за собой. Оставляем вот такую вот чистоту и красоту. Еще рыбаки. Невас, кстати, летел, летел. Все, остановился. Нашел, походу, себе место для рыбалки. 82-й регион. Мы едем дальше. Эти дорогу здесь сделали. Это крайне плохое. И вот представьте, мы вот все это время ехали между крупным и началом заповедника по вот такой вот великолепной пляжной территории. Ну, рядышком с ней, если бы честно. То есть тут песочек, море, красота. Если вы не будете знать, что это Азовское, то, в принципе, вас это не удивит. Но я сейчас, конечно, жду эмоций от девочек о том, что они увидят дальше. Мы, ребятки, доехали уже до въезда в заповедник. Здесь домики разрушены, с этой стороны чокрак озера и болото. Оксана увидела тут красивых птичек клевых. Я не знаю, вы их разглядите или нет, на длинных ножках. Это что-то типа цапли, но они более маленькие. Они ходят здесь, перебирают что-то, ищут рыбок, лягушечек, наверное, каких-то моллюсков. Вначале здесь такие вот уложены плиты бетонные. Кстати, помимо этого, здесь очень много разных достопримечательностей. Открывайте даже Яндекс.Карты, смотрите по бухтам, путешествуйте. Вот по таким местам. И еще можно объехать озеро Чокрак с той стороны. Даже побыстрее маршрут будет. И выехать сразу за коробью бухту. Навигация тут работает, слава богу. Мы не должны заботиться. Ну, хотя здесь все пути ведут на море, либо в поле. Главное, в обрыв никуда не уйдите. А затем поверните налево. Более-менее вид. На море туда прямо мыс находится зеленый. Но мы на него сейчас тоже не попадем. Там много чего красивого, ребята. Мы на это все попадем потом. Сейчас мы просто спешим, чтобы разместиться где-то. Дороги здесь вот такие. Можно было туда проехать по более хорошей дороге. Туда он направо находится. Тысяча одна бухта. И вот беседка очень красивая. Там первый вид. Просто шикарнейший. Первая змея, которую мы нашли, она дохлая. Я даю возможность увидеть это все впервые одной. Вот то, что и происходит, ребята, просто понимали. Мурашки на руках. Вы ушли с маршрута. Да заткнись ты. А-а-а. У-у-у-у. Ну покажи просто глаза. Может ничего не говорить. Это все на закате, ребята. О-у-у-у-у. Ура. Это просто снос мозга. Насколько это все круто. И таких пляжей здесь тысячи. Просто тысячи пляжей. Представляешь? Ты-ся-чи. На это можно смотреть, стоять и смотреть все это бесконечно. Где набраться этой времени бесконечной, чтобы ходить и лицезреть все это? Все, закат завершен. Осталось совсем немного времени до момента, как нам надо уже будет спать. Мы еще даже не добрались до места, в котором будем ночевать. В эту бухту тоже можно спуститься оттуда, там по ущелью вниз. Но нам она не интересна. Она очень большая, конечно, классная. Но там стояночки я вижу тоже очень крутые. Но мы поедем дальше. Там еще много-много интересных мест. Мне хочется, наверное, или бухту радости, или бухту коровью повидать. Здесь, тут, по-моему, даже пещеры внизу есть. Очень красота, ребята. Тысяча одна фото. Готово. Я все. Мы двигаемся дальше. Поэтому на вероятному закату тут, ребята, на копейки приехали. Я тут говорил, что ни о чем не приедете. Вот, пожалуйста, было бы, как говорится, желание. И все получается. Даже на мыс выехали. Патроросирует закат. Ну, кто помнит, как выглядит туманный Альбион, который зовется Англия, да? Ну, примерно там такие берега рисуют во всех фильмах, в кинотеатрах, куда мы ходим смотреть. А впереди перед нами коровья бухта. С правой стороны есть беседка, к которой мы, я думаю, сегодня вечером придем. Ну, точнее, ночью, наверное, смотреть будем на звезды, если небо прояснится. А сейчас пойдем искать место для ночлега. Кстати, можно прямо в беседке было палатку поставить. Я тоже об этом думала. И не читать не надо. Типа рядышком мы можем поставить. Так, это спуск на коровью бухту номер два. Там сейчас такое родео было, мы поднимались. Здесь вот надо по камушкам аккуратно будет спуститься. Ну, или вот отсюда чуть больше взять. А вот тут сейчас бац, и провалился повис одним колесом. Хорошо, с 4 ВД. Спокойно отсюда вылезли. Девочки, пошли смотреть, уже бухта темнела. Я показал бы, это печаль. Но могу сказать, что коровья бухта, это, наверное, одна из самых живописнейших бухт. Тут есть и пещера, вот есть и большие пространства. И самое главное, что сегодня здесь нет никого. Еще не сезон. Я думаю, в дальнейшем здесь будет просто невероятно круто. Но сейчас эта бухта будет только наша. Кстати, у них спрашивают. Девчонки, ну что, как, тут или нет? Ребят, да? Пещеры видели сверху? Да. Вон туда дальше мы сейчас проедем. Там кто-то живет, походу. Или мне кажется, дым, не дым. Роли, они нас едят. Все, бухта нам понравилась. Они пошли собирать ветки. Я пошел за машиной. Надеюсь, что все, будем живы. Какая пещера. Офигенная, да? Можно забраться. Нет, знаешь, что раздражает? Нету досок. Может, там в натуре еще дальше поехать? Обратите внимание, ребята, на виды вокруг. Там большая компания ребят отдыхает тоже. И на самом деле, мешать особо не хочется. Но самое печальное, что мы заходим уже в какую бухту подряд. И здесь нет веток. Зато здесь есть вот такая гряда каменная. Хотелось бы, чтобы были досточки, чтобы их можно было пособирать и развести костер. Но все-таки ради костра к морю приехали. Да? Да. Друзья, это будет наша ночевочка сегодня. Мы выбрали это место. Здесь будет, я думаю, круто. Софа уже здесь расположилась. Со всеми познакомилась. Отлично. Тут ребята с Керчь. Города, в который мы приехали ранее, приехали. И еще одни у нас в конце бухты стоят. Эти приехали сейчас, кто побудут и уедут. А те приехали на более долгий период. Круто. Эх, фантастика. На берегу моря. Ну, короче, завтра с утра все будет продолжаться съемкой. Потому что здесь сейчас толком ничего не снимешь. Сказочное место. Ребятки, вот такая у нас обстановочка под скалой. Под шум моря. Мне все еще будут сгарить вкусняшки. Прям на берегу. Жалко море не видно. Жалко небо не видно. Вам все это показать. Красоту. Прям классно наблюдать. Сейчас будет ужин. Ай, ребята, царский ужин нас ждет. Да? Да. Сейчас мы еще костерчик там замутим. Для чего палочки еще нужны, чтобы яичник туда жарить. Так, главный по костру у нас сегодня София. Вот здесь у нас будет костерчик. Так, мы насобирали все, что тут били. Положили в костерчик. И это первый костер от Софы. Ура! А это у нас уже готова яичница. Вкуснейшая от Оксаны. Красота. Помидорчик, сейчас будет салатик. Самая вкусная яичница на свете. По всему морю на берегу. Все, дружески, у нас костерчик разгорелся. Мы свет потушили. Огонь! Покушали. Крабики танцуют возле моря. Такой кайф, ребятки, в сне, когда он происходит. С кем-лигом. Рассвет, друзьяшки. Место, как мы отдыхали. Красота. Так, друзьяшки, все-таки мы решили просыпаться. Время 8.30. И посмотрите теперь на этот пляж во всей красе. Такая фантастика. Палаточка у нас идеально стоит. Потому что пришел ветер. И он нам совершенно не помешал. Вот это круто. Вот этот остров вообще прям очень манит. Там ребятки стоят. Они тоже уже проснулись. Думаю, что нам надо просыпаться и чего-нибудь поесть. Было бы круто. Я не знаю температуру воды, воздуха. Но утро должно начинаться правильно. Вот так вот, когда просыпаешься, ощущения становятся невероятно классные. Доброе, бодрое, прекрасное и классное. На сегодня много приключений нас ждут. Надеюсь, что все получится тут. Лицо, правда, такое сонное, сонное у меня. Оксана возвращается. Хочется сказать, что бухты эти прекрасны тем, что если с одной стороны, друзья, будет дуть ветер, то вы можете от него спрятаться. И будет вообще очень хорошо. Если ветер дует с другой стороны, вообще прекрасно. Ну, конечно, по прямой не спрячешься, но так можно. Какие могут быть эмоции, проснувшись утром в море. Софа встала, как здесь живописно. Хотя вчера мы это уже видели. Мы вчера ночью выходили вот на тот бруссор, и там было круто. Глаза привыкают к ночи, когда у тебя ничего нет, никакого света, и ты все видишь. Какое здесь звездное небо. Это было просто невероятно наблюдать, как это красиво. У нас этих звезд уже не видишь. Я раньше в детстве даже название созвездий всех знал. Сейчас так, как ты звезд не видишь, ты все забываешь. Печально, конечно. Но здесь я получил море удовольствие. А как здесь спалось, ребята? Как здесь спалось? Палаточки со звуком моря. Это какая-то сказка. Просто вы сейчас слышите, как оно звучит. А ночью, когда никаких других шумов нету. И здесь я почему-то вот себя впервые в ночевке почувствовал в безопасности. Вот прям, знаете, тихо, спокойно на душе. Никаких нервов. Все великолепно. В общем, круто. С той стороны, ребята уже, кстати, собираются потихонечку. Они на велосипедах совершают путешествия. Тоже крутая тема. Почему нет? Ну, короче, надо завтракать и идти гулять. Я думаю, что самое интересное еще посмотреть другие бухты, чем делиться всеми этими моментами с вами. Ну, место, конечно, у нас здесь просто фантастика. Вот это не придумает. Вот палатка, стол, вот эти камни. Ночью, как они смотрелись, мы там костер зажгли, вот картошки наделали. Это было круто. Также у меня вот появилась плита вот такого формата. То есть на ней готовить на одно удовольствие. Надо было больше было. Ну, у нас три есть. Один мы еще даже не израсходовали. Это очень хорошо. И когда здесь сидишь, у нас, кстати, вот один фонарик, здесь вот второй фонарик, я повесил. Ну, в общем, классно. Ничего не могу сказать плохого про это место. Мне здесь очень зашло. Ну, и палатка. Потянулись. Доброе утро, сказали. Доброе утро. Доброе утро, София. Смотрите, как мы спали, ребятки. То есть два матраса накачал, они идеально легли в эту палатку. И мы с Оксаной такие, а что так можно было? Когда мы спали на тонких этих вот карематах, это было, конечно, грустинка. Там себе иди, бери. У нас, как оказалось, каждый сам себе. Слушайте, ну какие виды, а. Девочки решили немножко йогой позаниматься и дадут мне пару уроков. Я тоже буду. Так, в общем, что делать? Она иногда обиделась. Она обиделась? Да. Сох, идем там. А, надо медитировать будет. Мы потом вместе помедитируем. Так, что делать? Суринамасар. Тут ты мне говори по-русски, я же не понимаю. Приветствия солнцу. Приветствия, привет солнцу. Не так? Теперь по-йоговски. Давай, что делать? Потянулся, улыбнулся. Вот так? У-у-у, потягушки, потягушки, улыбашки полу. О-о-о. О-о-о. Вот так вот. О-о-о. Дальше. О, за стула. А что делать? Вот так вот. Почему это стул? Ну, вот так и принято. Блин, а как ты это сделала? Потом на самом деле не помню позу. Я не помню позу. Поджим позу. Под что? Позу отжим. Смотри вот, да. Потом из этой позы собака мордой вверх. Еще? Или я уже прогнулся? Или я совсем не прогнулся? Прогнулся, прогнулся. Ножки. Собака мордой вверх. Вниз, точнее. Главное, чтобы спина была ровненькая. Ножки пусть не лят. Главное, спина. Ну, что там? Я просто не понимаю. А? Что это случилось? То есть, я угорал до этой позы. Вот этот вес должен быть ровный у тебя. Ровный. Прогиб делать. Прогиб делать. Прогиб делать проблемы. Ну? Ты, ты видишь, как у меня? Да. Дальше. О, у меня ушки открылись. О, у меня ушки открылись. Охренеть! Вот это у тебя красиво смотрится! Среди, чтобы нога была прямая. Чтобы это не было за... Коленку, не вообще. Все раз, когда ты наклоняешься, вдохнул, наклонился, выдохнул. Понял? Если у меня не получается так, то проще тени. Главное, чтобы спинка ровная. А у меня ровная спинка или нет? Чтобы вы понимали, как можно путешествовать. Итак, после йоги мы приняли решение пойти за дровами. Ты идешь там? Нет, наверное, с вами пойду. Окей. И приготовим сосиски, по крайней мере. Хочешь на костре, а мы хотим, наверное, яичницу с утра. Будет вкусно, да? Или нет? Что-то посущественнее. Да, я бы кашу поела. Ну давай кашу сделаем. Значит мы будем делать гречку. А? Гречку. Девушка с яблоком. И мужики тоже. Все. Куда идем мы с питочком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. А нет, то нет, то нет, то нет. Пойдем посмотрим, как там ребята. Жили. И заодно чуть осмотрим наше местечко. Ну какое у нас место. Отсюда вообще прям уходить и уезжать не хочется. Мы даже его еще не исследовали, да? Вообще счастье. Так повезло, что мы приехали, оно свободно. Но тут могли проехать дальше. Смотрите, тут опять камушек. Под ним тоже можно было стоять. Какое-то место нереально. Мы пришли наконец в бухту. Посмотрите, какой камень просто валяется, да? Да-да. А вот здесь ребята стояли с палаточкой. Они с утра кстати подготовили, знали какой ветер будет и тоже спрятались от ветра. Но я бы не сказал, что у них тут ветра было меньше, чем у нас. Мы вообще идеально стали. Я слышал, как море начинает шуметь. А вот туда посмотрите просто на эти выходы дальше скал. Там тысячи пляжей, просто тысячи. А самое крутое, это вот когда ты вот так вот можешь пройти мимо этих камней. Ну реально круто. Это вот росы пиракушек, о которых я, ребята, вам рассказывал. Их тут просто тысячи. И мидии выбрасывают. Видите, какие крупные? То есть их можно здесь насобирать сто процентов. То есть ребята это еще не сделали. Ну вот, в воде они лежат, черненькие. Пройти пособирать они там все живые. И дальше нереально красивые пляжи. Посмотрим, может мы поохотимся. Их здесь очень много. Причем. Поохотите, да. Ох. Главное не упасть. Вот. Уже даже оторванные выплывают потихонечку в берега. Говорит, возьмите меня. Я ваша. Мы идем вот на этот остров, пляж. Гуськов, куда идем мы дружно в ряд? Вот они. Ну ты выбирай крупные. Зачем тебе мелкие-то не нужны? Мелкие можешь обратно в море кинуть. Хотя они если оторвались, им уже хана. Посмотрите, сколько мидии волнами повыбрасывало. То есть их все можно было покушать. Но они уже все погибшие. С берега есть нельзя. Хочется передать вам вот этот момент. Просто кайфик. Идешь между камней. Попидаешь. Да какой-то просто невероятно райский пляж. И это смотрится ну такой да ну нафиг. Я это реально вижу своими глазами. Круто. Здесь тоже волнами выведены. Берег. Единственное тут аромат конечно дохлых мидий. И тут много валяется. Но все как есть. Насколько это круто. Сейчас просто утро еще. Только солнце начинает разогреваться. Но уже хочется снимать и кофту. Хотя с утра искупался уже в море. Было прям неплохо. Здравствуй. Море. Красота. Эти все невероятные места. Фантастика друзья. Кайф. Так все. У нас процедура скалолазания началась. Хотим туда наверх забраться. Второй пошел. Третий пошел. С одной рукой веселее всего лазить по скалам. И больше шансов упасть. И вам как говорится снять великолепный шок контент. Ну и кроссовочки меня чуть-чуть не подходят для этого. Но так вообще прям интересно. Ну в принципе мы уже залезли. Главное туда не уйти. Посмотрите какой у нас пляж. Тут фотосессия на фотосессии. Реально можно снимать какое-то кино. Про какие-то путешествия. Какие-то необитаемые острова. Но никого вообще ребят. Мы здесь одни. Ни одного человека. Вот те которые были ребята. Они уехали дальше на великах. Я смотрю вот вот дальше. Еще одна машинка стоит возле следующей бухты. Ну люди приезжают. Смотрят кто-то стоит. И едут в следующую бухту. И все. Вот эту руку сюда. Ножку вот так. Нос высоко. И сейчас я вам покажу друзья. Следующую бухту. Ух то. Ты поднимаешься такое. А здесь мини чей-то пляж. К нему есть небольшой спуск. И все. Вот и говорите. Как вам? Тут просто каждые 50 метров. Подъем, спуск. Можно снимать новую локацию. А микрофон у меня. Всем привет. С вами Сопа. Оксана. И Юра. Все мы блогеры. Все мы тут что-то снимаем. Не падай, пожалуйста. Хорошо. Я тут не буду падать. Иди ко мне. Тут не будешь, да? Да. Всем приветик, ребятки. Так, подурачились чуть-чуть. Двигаемся дальше. Чуть моментами становится прям жарко. Но сегодня погода такая не очень. Но если сравнивать с тем, что у нас там в прогнозе дождь. Ходить будем. Вау. Слушайте, он там сбоку не настолько круто смотрелся, как здесь. Так, мы тут исполняем роли. Прошли по вот этой балочке и потихонечку. Подходим. Хотим еще заглянуть за ту бухту. А здесь прикиньте, когда вот спокойно вода как-то между камней поплавает. Это вообще без комментариев. Софа видела, что показало? И вот мы мучились. Ааа, вот оно. Вот это… Это просто кайф. Оттуда посмотрите. Это тот самый момент, когда уже у всех качается память на телефоне. А у нас еще здесь впереди путешествия по пляжам. Я вообще планировал. Сейчас, конечно, пойдем кушать, но виды просто вау. Азовское море, ребят, вот там прочерное, мысы всякие разные. Мне кажется, это самое крутое место Крыма. В других местах вы из такого обилия разнообразия пляжей, гор, перепадов, вершин не увидите. Здесь же это на каждом шагу. Вы просто переходите, вот мы за несколько минут с одной бухты в другую бухту, в третью бухту. А здесь вид с этого мыса просто. Вот беседочка сделана возле дикого пляжа, называется. А это здесь античное поселение тоже было. Вот стол, стул, молодцы ребята. И выходишь такой. Кто-то строил здесь что-то. Сюда вид на Коровью бухту, наверное, будет самый-самый-самый красивый. Это наш пляж, девчонки. Это реально. Никого, ребят, вот чисто наше место. Ёк-макарёк. Просто стоишь такой, у тебя все до мурашка. А у нас еще, мы говорим, куда нам идти, что делать. У нас там еще пещеры есть. Мы хотели сходить, посмотреть, как там. Море какое манящее, классное. Просто кураж. И мы решили спуститься нетривиально. Мы вот здесь в прошлый раз подъехали, а потом туда заезжать, там резко-резко-резко в горы, еле выехала машинка. Ну, все получилось, слава богу. Там потом дорога заросшая, мы проехали, обратно спускаться было не вариант. Я вот решу посмотреть, какой здесь проход и выход на другую стояночку. В течение времени люди тут все выходили. Тут тоже под камушком. Конечно, виды здесь киношные. Прям за каждым углом какая-то красота. Ну, обратно вернулись в бухту нашу. Пойдем кушать. Мы переместились немножко ближе к палатке. Здесь метром меньше. Как четко мы поставили вообще палатку без ветра. То есть шаг туда, и там было бы нам печально. И на плитке готовимся чай-кофе утренний прекрасный. Что такое для женщин нет преград? София решила, что хочет миди. Пошла, наловила. Теперь сидит их, готовит. Фантастика просто, ребята. Чего здесь только нет. Жалко, у нас соуса нет. Покажи одну на мидию. Это там есть мидии, которые я буду когда-либо есть. Дегустация. Момент истины. То, ради чего она старалась. Оно того стоило? Так. Доброе, бодрое утро. Нет, надо вот так вот. С видом на море. Софочка. Так, то есть по-саме. Ребята, все мидии, которые вы едите во всех местах Анапы, по сравнению с тем, что сейчас съел я. Это фантастика. Это наш вайп. Отдых, море. Мы хотели посетить всю бухту, но походу нет. Пойдем фотографироваться с Оксаной. Заходят тучки. Их пока можно прям облачностью называть. Становится прям здесь очень атмосферно. Вот мы идем фотосессии. Вот раз цвета моря прям великолепные. А ну чуть покажи пару фоточек. Вот это огонь. Ну уже ныряй, давай хорошо. Вот так вот заканчиваются все фотосессии постоянно. В море смотрим. Ложись на спинку. Руки в разные стороны. Правая сторона, Коровьей бухта. Видите, одна пещера. Там, по-моему, три пещеры. Вот там вверху пещеры. Просто фантастическое место. Мне очень понравилось. Ну, мертвые дельфины, это, конечно, печальная тема. Вот мы теперь все-таки добираемся до скал и сфотографируемся там еще. Тут, конечно, кадры просто невероятные. Вау. Русалка, ты ли это? Я! Тут тоже скала. В скале есть пещерки и волны. Я весь мокрый. Работа фотографа интересная. Тут еще теперь важно не искупаться целиком. Одно падение у нас уже было. Сейчас посмотрим, как дальше получится. Смотрите, какие камни. Вау. Ух. Вот это кадры. Если получится, я потом выложу то, что наснимал уже на фотоаппарат. Я думаю, это будет тоже очень красиво. Просто посмотрите. На эту красоту волны. Вау. Тут тоже куча ракушков. И вытаскиваем спасательный круг тебе, да? Виды, конечно, здесь просто располагают для того, чтобы делать невероятные фотосессии. Особенно сегодня волны. Красота просто. Смотришь и хочется прям радоваться всему этому. И спасибо погоде, что нам это дает делать. Я знаю, что у нас там дожди, морзи. А здесь невероятная красота. Это правда? Пока мы фотографировались, что-то уже и проголодались. Сейчас где-то с небольшим потратили на фотосессию. Но сейчас Оксана будет готовить кушать. Завтрак был в Софе. Обед и ужин с Оксаной. Так, следующее наше блюдо. Это яичница с картошкой, обжаренной в костре и сосисончиками. Готовим вкусняшку. Это фирменный рецепт от Оксаны, да? Да. Друзьяшки, мы покушали. И теперь с чистым сердцем отправляемся в путешествие. София решила, что она хочет отдыхать. Да, она приехала, говорит, отдыхать, что-то не с вами гулять. Ну, а мы идем исследовать все наши дела, которые у нас тут были впереди. Я думаю, что будет интересно. Ночью мы вчера спускались и залазили. Залазили мы, правда, по дороге понормальной, а спускались сюда. Посмотрите, какие места для стоянок. То есть вообще совершенно другое. Мы там стоим в деревьях, возле скалы. Здесь вот лох серебристый, ароматика великолепная. Вы можете прямо туда выйти и бац, вам пляж. С другой стороны, за деревьями спрятались от него. Тут единственное, что стоят таблички, что купание запрещено, места не обследованы, спасения не производятся. Поэтому, кажется, такой дикий отдых на свой страх и риск. Взяли одно яблочко, одну бутылочку воды, двигаемся. И последние шаги, аккуратнее, мы выбираемся. Та-дам! О, тут мужики жарят шашлыки. Джипчик стоит. Вау! Тут цивилизация! Да, прям, знаешь, труселях, все как надо. И у нас такая дикая бухта. Ну, только у них маленькая, а у нас огромная наша. Это вот о том, что люди друг другу не мешают. То есть, приехали, посмотрели, мы стоим, они поехали дальше. Это очень круто. Так, у нас здесь, во-первых, другая сторона нашей коровьей бухты. Я вас отнесли уже достал просто. А вот в этой бухте мы, по-моему, стояли в прошлый раз, если не ошибаюсь. Я вот в тех скалах лазил. Идти, идти, хорошо бы, и не ночью можно даже полазить. Не падает. Ой, че-ть. Бай-бай-бай. Ух! Не падает. Не падает, спасибо. Что разрешила? Я уже думал, что мне хана. И тут такой еще мини-пляж. Честно, побережье немножко видоизменилось, я думаю, со штормами. Здесь стало все совершенно по-другому. Птицы плавают. Единственное, что они видели, это дельфинов. Их, наверное, здесь не хватает. Какая-то, знаете, бесконечная любовь к этому месту образовалась. За вот эту ночь, которая сегодня была восхитительна, тихая, спокойная. Коровья бухта, ван лав. Единственное, чего не хватило, наверное, это, чтобы луна выглянула. Ну и так вот на краю земли стоишь, смотришь на эти пейзажи фантастические. Ловишься на мысли, что хочется и дальше пойти, еще там что-то красивое увидеть. Здесь каждая бухта, она просто необыкновенная. Ее хочется посетить. Тут товарищ фотограф еще решил сделать себе фотографии крутые. Ждем публикации от нее. Надеюсь, она с нами для телеги поделится фотографиями. 500 рублей. Чего? 500 рублей. Идеально, 500 рублей. Я вам сказать, сколько ваша фотосессия тогда стоила? Ну, тысяч пять. За пять тысяч я бы шорты мочить не стал. Спускаемся в бухту. Здесь краски, которые мы видели сверху. Ну, там скала, красота. Плачь. И у нас в путешествии главное, чтобы не закончилось где-нибудь в обалом. Странно, но эти бухты без названия. 977-й регион. Интересно, откуда ребята приехали, которые тут отдыхают. Эти пляжи без названия. Просто пляж, пляж, пляж. Туда вот в камушке можно зайти. Мы двигаемся к следующим бухтам. Раньше уже в это время здесь было очень много туристов, которые отдыхали с палатками на каждом пляже. Мы оставили, вот видите, кострища старые. Ракушки тут ребята кушали. Здесь вот природные такие сфроны, в которых можно спрятаться от дождя. Мы все-таки решили хоть к одной пещерке подойти вам, показать, как это выглядит. Прикольно, да? То есть костерчик кто-то палил, сидел. Знаете, самое главное, что в таких местах, когда ты подходишь, вот в пещере, не встретить змею. Красота. У нас опять, я первый, говорит, все змеи твои. Вот так вот. А-а-а! А-а! Слушай, а мы тут залезем? Да. Ты думаешь? Да. Ладно. Меня, если я упаду, меня заставила Оксана. Давай залазить, давай! Пока! Но теперь мне спускаться надо за камерой обратно, по-любому к ней. Сверху это выглядит. Карабканье по скамам, вот так. Это тот момент, когда два дурака, да, собрались вместе. Тут дорога есть нормальная, если туда пойти. Идите. Как же чабрецом тут пахнет! Он просто везде растет, очень вкусно. Места вызывают прям сверх эмоции. Потому что очень-очень круто и красиво. И здесь тоже, видите, за этим мысом опять пляжи-пляжи, но они безымянные. Ох, и туда. Ощущение просто. Космос. И вот это, видишь, такое. Ван лав. Просто ван лав, ребят. Места. Сила. Красоты. А как я обратно теперь залезу? Спрыгнуть-то легко было? Да. Да куда мне деваться? Главное, не соскользнуть. Ух. Доконуть? Мне, да. Спасибо за помощь. Слушайте, мы больше суток уже здесь. Это только третья машина, которую мы увидели. Раньше здесь прям движуха-движуха была. Потому что места вы сами видите, какие красивые. Вот как я возвращаюсь к тому, что Крым немножко любим, но люди боятся. Смотрите, какие поля. Ускорей. Красота. Тут еще и рапс. Вот эти фиолетовые цвета. Бабочки летают. Вроде бы просто какие-то поля, да? То есть пустыня. Ничего красивого не должно быть. А тут природа просто дарит невероятные пейзажи. Бухточка без названия. Просто как пляж подписана. Дальше у нас Елена. Бухта. Вот та большая, наверное, как скала называется. И геодезистов за ней следующие находятся. Все в жучках, все живет. Спускаемся к пляжику. У нас вышло солнце из-за туч. Мы думали, дождь будет. Даже искупаться можно перед отъездом, если солнце будет. Можем прямо сейчас пойти искупаться. Кто нас тут видит? Опять мокрые ходить. Зачем мокрые? Без одежды искупались и пошли дальше. Идеально. Пошли? Хватит снимаем. Хорошо. У нас будет и ню до купания. Сейчас Оксана пощупает водичку. Ну, пляж, да? Просто какая фактура. Кайф. Эх, море, море. Не дало мне вопрос искупаться. Здесь нельзя было водно. Потому что не верится, что мы с вами наблюдаем такую картину. За каждым углом она абсолютно разная. Ну, смотрите, ребята. Стена из камней. Прям драконья страна. Здравствуй. Бухта и Елена. Вау. Ни разу не встречала бухту, чтобы назвали моим именем. Оксана? Да. Ну, давай вот эту назовем. Нет, она маленькая. А ты большая? А вот большая. Давай назовем море Азовское. Будет море Оксановск. Мне не нравится Оксановск. Азовское море переименовано. Оксана, море Оксана. Все, запомните. А, океан. Почему море? Короче, девушка. Это вот чистый нарциссизм. Как говорится, всегда думают, что где-то может быть лучше. Смотрите, какая красота. Спускаемся вниз. Ну, будьте аккуратны. Во-первых, тут змеи. Видите, там сзади ходят. А во-вторых, тут может быть... Ну, где-то там. О, он кусочек верит. Смотри, ползет, ползет. Бежим, бежим. Главное, не наверхнулся. Вернулся. Бабах. Вдруг вы хотите поесть тут? А ты косточки есть. Можно погрызть. Классная бухта. Слушайте, а бухта-то крутая. Смотрите, здесь под камнем. Ты видишь, что это хамелеон? Да. Круто. А здесь как будто череп какой-то птицы. Да, и стоит у тебя глаз. Открытая пасть. Смотри, какая пещера. Вау. Там что-то есть, смотри. Опять у меня, мы пришли на новый пляж. Она говорит, давай уже купаться голышом, да? Я не могу, я хочу в море. Оно меня тянет. Странно. Ну, давай с разгона. Давай только посмотрим, вон тот еще пляж. И решим, с какой стороны мы от этого камня скупаемся. Опять поперло. Вот она, скала Елена. И еще один мини-пляж. Мне кажется, лучше на том пляже. Или давай уже следующий еще посмотрим. Как-то на Елене уже после твоих рассказов мне уже купаться особо не хочется. Смотри, еще одна пещера. Вот там прям большая-большая. Мне кажется, знаете, про пещерных людей рассказы все откуда-то отсюда. Потому что столько пещер нет нигде. На берегу моря тогда рыба здесь укишила. То есть людям было, что поесть, попить. Так, друзья, поднимаемся, чтобы увидеть бухту геодезистов. Впервые она пошла вперед. А! И я чуть не упал. Смотри, собака или даже белка с таким большим хвостом сидит. Как памятник. Одеть вот это место. Иначе надо свяжиться. И вау! Очередная крутая бухта. Вот туда хочу. Все, мы подходим к тому месту, где я впервые ночевал на Генеральске. Здесь ребята стояли, помню. Я на них сверху со скалы смотрел. И вот в тех скалах лазил. Все, пойдем на ту бухту, в которую мы сейчас идем, дальнюю, и там искупаемся. Ребята, вот бухта Елена, я думал, скала Елена, а скала называется скала Виктории. Посмотрите, ребятки. Возле белки другая белка, посиделка. Смотрится это прям очень красиво. Правда, кружится голова немножко. Это все мелочи жизни. Наслаждаемся. Я лечу над своей планетой. Я дышу. Красота. Тут, к сожалению, не пройти. Поэтому придется вот тут какие-то тропиночки по ним обходить эту скалу через верх. Эх. О, тут кто-то лазит. Главное не начать бежать от страха. Такие места проходишь, думаешь, даже если у вас нет палатки, ребята, с видом на море, жилье. Первая линия сдается в аренду. Чья-то майка. Кого-то здесь уже сожрали. Мы все ищем, как сократить путь. Полезем здесь в скалы. Все четенько. У нас получается геодезистов, бухта обезьян. Там на горе еще одна беседочка с видом на море. Интересно, конечно, будущее. В дальнейшем ждет эти места, я думаю. И немножко в обратную сторону. Скала Виктория. И обезьянья бухта. Здесь, смотрите, какая красивая. Скала тоже сверху. Я ее уже снимал. Мы здесь в прошлый раз ставились. Палаточка. Машинка вот тут стояла. Здесь была палатка. Красота была. Для меня тут самое крутое место было. Это вот туда, между скал. Кстати, немножко берег изменился. Мы сейчас попробуем туда пройти. А также здесь по берегу тоже было огромное количество мидий. Если минус, вот нигде нет ни палок, ни досок. Если сюда поедете, вот видите, одна там, одна там, то берите досточки с собой. Потому что костер сделать не из чего. Ну да, вот тоже мидии плавают. Чуть-чуть, постой, ты к ней привыкнешь. А просто обуви тебе прохладненько кажется. Смотрите, ребята. Какую сказку сейчас вас поведем. Может быть, конечно, туда не пройдем. Потому что, смотрю, там волны приходят. Главное пройти между ними. Нет, не пойдем. Здесь стало глубже. И попасть под эти волны не получится. Давайте сверху посмотрим. Аккуратненько все равно поднимаемся. Хочется показать Оксане. Ту красоту, которая здесь есть. Ту, куда я хотел продолжить пройти. Да, здесь берег изменился. Сейчас либо воды больше стало. Вот здесь была поляна прямо из ракушек. То есть, прикиньте, сверху светит солнце. Ты как будто вообще от всех отделен. И невероятно красивые виды. Приятного аппетита. Но самое обидное, ребятки, что мы начинали наш путь. Было пасмурно. Оксана взяла с собой кофту. Ни кепок не взяли, ни очков. Сейчас идем такие, погибаем под этим солнцем. Солнца так бы не было, понимаешь? Да, да. Она сейчас яркая такая. Пляжи раньше здесь более ракушечные было. Сейчас они превращаются в песчано-ракушечные. Причем песочек это кварцевый. Выносится на берега. Море меняется. Даже под цветом я бы не сказал, что это Азов. Потому что Азов для меня всегда более рыжеватый. Когда штормит. Здесь такой прям цвет черного моря. Я могу вам говорить это со всей своей ответственности. Сейчас мы еще как минимум залезем на эту. Смотрите, какая красота. И мы уже смотрим сверху обезьяньи бухты. Ух, а тут классно, слушайте. Только я пострадал о том, что нам жарко. Приходит ветер, прохладненький, классненький. Ох, вот он, кайф. Остыдиться можно. Да? Ух ты, видишь, тут что? Да, совсем другие эмоции, ощущения. Дальше эмоции от того, что можно увидеть в таких высоких мест. Мы видим отсюда и нашу бухту. Мы на нее смотрели. Вот видите, ориентир в море. Камушки. Там мы находимся мы. И поворачиваемся в левую сторону. И здесь берег более обрывистый. Скалистый. И еще более прекрасный. Эмоции себя повесел. У-у-у-у. Вот это да. Эй, их ста, я тут живем. Круто. Черные драконы. Круто. Ну что, здесь закончим, возвращаемся или пойдем дальше? Ну, это мы уже заканчиваем. Круто. Красота. В общем, ждем от вас, ребятки, ваши отзывы. Мы на этом еще видео не заканчиваем, потому что будем возвращаться. Заедем на грязевое озеро. Ну, может, еще что-то сейчас покушать приготовим, когда вернемся обратно. В общем, продолжение следует. Хочется вам еще это запечатлеть, от такой панорамы. Все-таки, как это вокруг нас все смотрится. Красиво. Даже у Оксаны сегодня видео эмоции зашкаливают. Это радует, что понравилось, что мы сюда не зря приехали. Да? Да. Лайки. Впал лайки там и все остальное. Обратный путь. Мы уже двигаемся не по пляжной территории, а двигаемся вдоль, чтобы на каждой бухте не туда-то пошла, а по прямой не спускаться. Здесь более ровная дорога. Хотя можно вот и через такие промежутки проходить. Также можно и свои бухтам проезжать не вдоль пляжа, так как мы изначально двигались больше туда по равнине. Уйти еще дальше. Там дороги хорошие. Ну, лучше, по крайней мере, чем вдоль береговой линии. И спокойно преодолевать их, не напрягаясь. Фух, ребятки. Сейчас залез в море, искупался. Водичка просто. Парное практически молоко. Ну, ладно. Теплое. Замерять даже не хочу. Возле берега вообще идеально. Замель туда заплыл. Там чуть попрохладнее. Но попал, наконец-то, с удовольствием, без камеры. Просто за счастье. Это было прекрасно. С утра, если так туда-обрата по-быстрому, до сейчас, ну, минут 10, наверное, покупался. Очень круто. София, говорит, тоже хочет искупаться. У Оксаны здесь какой-то сверхрелакс. Она, кстати, смотрите, сгорела. И я тоже вытирал лицо и понял, что моему лицу, походу, тоже хана. Да? Красная? Нет, беленькая. Вот здесь прям все горит. Вот тут, тут, тут. Ну, розовенькая, да, есть. Сегодня надо купить сметану и мазаться сметаной. У тебя вообще тут кожи уже нет. Больно тут? Нет. Ну, слава богу, тебе все там здесь. Я не чувствую. Ой, какие у тебя прохладные лапки. Все. Изгоняемость от дьявола. Так, следующее блюдо мы, как и думали, у нас будет гречневая каша с тушеночкой. Софа у нас все-таки отобрал это занятие. Кто не работает, тот ест. Как тебе? Офигенно. Великолупская тушенка, ребятки, она фантастическая. С такими видами, наверное, самая вкусная гречка в твоей жизни, да? Просто вкусная еда. Начинается дождь. Здесь, если он сейчас ливанет сильно, мы можем вообще остаться с ночевкой. Мы только поели, собирались еще чуть-чуть передохнуть и уходить. Но получается так, что у нас Оксана заказала ливень. После грозой и молнией. И вот, пожалуйста. Я купила шторм и палатку рядом со штормом. Это главное мечтать. Та-да! Мечты сбываются. Походу, мы остаемся. Ну что, по традиции мы всегда оставляем чище после себя, чем было. Пособирали еще мусор близлежащий. Все полностью убрали. Красота, чистота. Спасибо этому месту за то, что приняло нас как дома. Этому пляжу море искупались, наслаждались. Самое грустное всегда это уезжать из этих мест. Печалька. Хотелось бы вернуться? Да. А куда именно? В это место или какой-то другой пляж? Интересно посмотреть и на другие пляжи. Новые места всегда интереснее, друзья. Двигаемся. Пока еще не обращаемся. Ух, заканчиваем мы с этого места. Обычно здесь все только начинается. А здесь, да, видишь, какие скалы просто. Пойдем туда, на горы сходим. А здесь такая красота. Ой, как волну. Прям тепло, да? От воспоминаний, что мы здесь пережили. Пока самые прекрасные и любимые места Крыма. Лично для меня. Мы к вам вернемся. Я обещаю. Сто процентов. Грязевое озеро. Чок-рак. Миг тебе. Мы что-то так спешили, что вид обратно вам не сняли. Вот посмотрите на курортное. Вот то место, где мы были впервые. Это вот мыс, от которого дается влево. Похоже, как будто котик лежит на боку и спит. Одно ушко торчит у него. Такое место очень сильное. Нам хочется туда сейчас на обратном пути тоже заехать. Посмотрите, какая песчаная береговая здесь линия пляжа. Возле курортного. Красотища просто. Итак, друзья, озеро Чок-рак. Здесь женщины приезжают, чтобы омолодиться. Грязелечение здесь шло еще, когда и озера не было, уже лечились сто процентов. Памятник природы. Теперь это, я здесь мазался грязью, прям помолодел. Эффект виден? Да. Вообще, понимаете, вот кто не знает, как это происходило, то есть вот похудел, помолодел. Это все благодаря этой волшебной грязи, которая здесь есть. Если в прошлом году приехал после лета, и к этому лету уже совсем по-другому выгляжешь. Если не верите, посмотрите видеосюжет. Вот, клянусь. Нет, подождите, это даже, по-моему, два года назад тут до сих пор действует. Эффект просто длительный. Ну, место прикольное, грязь классная. Людей здесь в летний период бывает очень много. В этом году не могу сказать, что будет много или мало. По крайней мере, здесь рыбаков много. И заходят тучки. Ну, мы уже выехали оттуда. Там можно было остаться, если сильный ливень пойдет, потому что дороги размывают, пока не подсохнут. Движение там практически невозможно. Птичка ходит, ищет рыбку маленькую. В общем, красота. Ну вот, Оксана пришла к месту силы. Ну, хоть намажь, хоть чуть-чуть вот так вот сделай, пожалуйста. Ну, посмотрим, будет эффект или нет. У меня уже в Абхазии как-то обмазалась грязью. И что? Больше не надо. Помолоделась с тех пор, еще эффект держит. Ребята, я решил, короче, усилить эффект того, чтобы все происходило. Софа, выбери, пожалуйста, грязь получше. Блин, ну не с этой же штуки. Да, вот оттуда макает, Софа. Ты эту грязь вытри, другую возьми. Да ты взрываешь. Друзья, я хочу помолодеть. София, давайте. О, а мешки под глазами уберем. Нет, ну это символ не надо из меня делать. Подожди, подожди. Ты что делаешь? Все. Все, помолодел? Ну что, не видно, что ли? Смотри, блин, эффектное лицо вообще. Как вам? Блин, это Юра вообще или нет? Это уже не я. Прямо говорю точно. Девчонки отказались. Я буду ходить вонять. Держи еще. Зачем мне еще? Куда-нибудь еще в нужное место есть у тебя проблемы? Вообще никаких. Я тебе часто говорю. Блин, реально классно. Все какая черная. Огонь. А пахнет. Девку, по-моему. Зачем тебе мыть? Ты никогда больше не помоешь. В общем, пользуйтесь. Озеро Чакрак. Грязи здесь великолепные. Фантастические и классные. Не надо. Давай тебя добавим? Нет. Точно? Точно. Ну ладно, буду я. И тут Софа почувствовал, что грязь на руках стала просто великолепной. Сейчас девчонки будут лезть в мусорку. Как мы помогаем Крыму. Залазь, залазь, давай туда. Мы съели все, что было в этом бачке. Сейчас мы будем туда набирать грязи. Главное, чтобы не перевернуться все вместе. Так, я бы отсюда пока. Ты ведро держи, она тебя, чтобы не пачкало ведро, будет туда накладывать. Чего? Ты держи ведро, она пускай накладывает. Ты держи ведро. Нет, это плохая грязь, бери свежую. И не с говном, пожалуйста. Там нету говна никакого. А вон слева говно. Что, кто-то насрал, что ли? Ну да. Реально, слушай, это корова. Соф, не бери. Не бери говно. Давай вот с другого места. Я говном еще никогда не намазывалась. Слушай, всегда, когда ты все впервые. Да, так вот рядом. Соф, ну ты вот тут просто бери. И все, да. Просто от говна не бери. А, кстати, на самом деле, смотри. Сейчас раскопаю. Она просто не видела, как мы здесь в этой грязи мазались. Тут девчонки голушом разделись, короче, намазались. И вообще было кайф. А потом пошли в море. Я в городе в Томане. И там вот этот грязевой булкан. Это было плохо. Тот момент, когда ты почувствовал силу грязи на руках. И хочешь домой в Москву увезти всю грязь. Это вот именно это происходит. Так, это чьи-то трусы выкинь. Тише. Почему не будешь разговаривать без руганий? Что, опять трусы нашел? Так, копай глубже. Чем глубже копаешь, короче, тем лучше грязь. Ты же должна это понимать. Когда вот это выкинули, копаем еще. Лопату. Поперла, Саша. Так. Чище, да тут что-то материшься каждое слово. Сиди, сиди, сиди. Да тут ты матов. Саша, делай контент, давай. Саша, а если я на вкус пробую? Чтоб внутри все помолодело. Вообще, то есть, говорят же, все болезни изнутри. Язык попался и все. Сосок, смотри, сколько грязи. Тут на фиге это хватит. Нет. Давай будем. Мы можем есть, консервировать, мариновать. Прикинь, вы сейчас придете, короче, к себе в этот. Девчонка. Да каким девчонкам? Вы будете на фотосессиях, вместо того, чтобы фотосессии делать, предлагать грязь. Это будет просто, короче, клондайк. Юр, ты гений. Говоришь, вы хотите выглядеть хорошо на фотосессиях? Вот потрогайте мой бархатную ручку. Там какая-то палка. Где ты ее закопала? Ну и что, палка, это полезно тоже. Так, еще хватит, Соб, уже все. Да не хватит, еще надо. Слушай, будем мазать куда можно, везде будем мазать, понимаешь? Она мне енота напоминает, который, знаешь, сейчас под музычку такой. Подробь, подробь. Ставь туда эту песню. Обязательно. Все, закрывай, больше не влезет, к сожалению. Ребята, вы как бы не думайте, мы то, что нашли в мусорке, мы с собачками поделимся обязательно. Как бы все норм, подкармливаем. Тоже наших братьев-меньчиков, он и хлебушка, видите, кусок кто-то выкинул, недоеденный. Потом вот сосисок тоже нашли. То есть и песили довольны будут. Потом вот сейчас в курортном подкармливаем красавчиков. Видите? Ну это не умный. Конечно умный. Зато сосисочка как себе домой заходит, да? Это не хлеб. Так, друзья, мы еще заехать решили на лестницу Митридат. Вечернее время. У нас смотрится вообще волшебно. Как же преображается Керчь. Как тебе вот эмоции от лесенки? О, наша королева нашла уже себе место. Здравствуйте. Вау, слушайте, тут вид какой красивый, а? Вот это да. И вверх. Фантастика, очень классно. То есть вот каждый момент мы выходим на площадочке. Видите, все красивее. На бухту виды. Туда можно, кстати, прогуляться. Там такой небольшой парк. Было, не знаю, его, конечно, сделали или нет. Но он последний пролет. Образно говоря, уже прямой. И мы зашли наверх. Вот тут ребята фотографируются. Оксана меня обогнал. Посмотрите, ребят. Какой вид. Ой, красота. Вид на бухту, лестницу. Здесь он момент Великой Отечественной войне стоит. Сделали это место просто восхитительным. Я помню, когда впервые сюда приехал, еще ничего не было. Сзади находятся развалины старого города. Можно погулять сейчас и подсветка, и наша ZV. Ах, как это красиво. Конечно, жалко уходить от такой красоты. Но пойдемте в город. Мы еще хотим перекусить чего-нибудь. Сегодня у нас целый день беготня. Надеюсь, что еду тоже раздобудим здесь без проблем. Одно из заведений мне советовали подписчики. Надеюсь, что его найдем и там пойдем.